Всем привет, друзья! С вами Amway 921, а это новогодний подарок от Wargaming, легкий немецкий танк 2-го уровня Panzer Kampfagen 2 Ausfde. Он появляется у всех игроков, которые зашли в игру начиная с 24 декабря и по 19 января. Если вы опоздали, то увы. Всем, кто зашел помимо танчика в нагрузку, предоставляется целый один день премиум аккаунта и 5 пайков, а это уже более важно, 5 пайков всех семи наций. Покупать по 5 пайков умножить на 7, это 35 штук, по 20 тысяч кредитов выходит внушительная сумма, поэтому лишний повод сэкономить хотя бы в этом. Пулеметик у нас здесь, прямо скажем, не очень, но тем не менее знакомый. И, глядя на все это, в принципе, я давно знал, что нам этот танк подарят и, в общем-то, и вам, наверное, сообщал, ничего в нем, естественно, не было интересного. И, тем не менее, лучше всего поможет нам его понять в доктор Готчкис. Обычно, во времена всего этого подарочного чёса, когда все катают всякие Т7 комбат кары, когда катают всякие Лайт Марк 6 С, когда катают этих вот ПЦ-2Д, это самый лучший доктор, который ставит всем диагноз, катать или не катать. Наверное, не лишним будет пояснить моим самым маленьким зрителям, что этот танк, который сейчас едет перед вашими глазами, не его подарили. Он у меня стоит в ангаре давно. Отличается он тем, что он невероятно крепок по броне и с довольно неплохой пушечкой. И он лучше всего подходит, чтобы на зубок попробовать все эти подарочные танки. Ну, а все остальные зрители, я думаю, конечно, понимают всю иронию. Ну, а теперь на некоторое время давайте вернемся в ПЦ-2Д и я вам про него немножко расскажу. У него есть один пулемет, который, в принципе, многим уже известен. Совсем недавно я вам рассказывал про уникальный премиум танк Германии третьего уровня из подарочного набора ПЦ-2 Аус ФДжей. У него ровно такой же пулемет, но, правда, уровень боев у него начинается с третьего. И там можно было сказать примерно так. Он с вероятностью 99% никого не пробивает ББшками. Если вы хотите эффективно играть на ПЦ-2 Аус ФДжей, то стрелять необходимо только голдой. Бронепробитие пульки обычной бронебойной 23 мм, а подкалиберной в два раза выше, 46 мм. То есть 46 мм совершенно другой разговор и там уже чувствуешь себя хотя бы не мальчиком для битья. Ну, правда, ПЦ-2 Джей никогда себя так не чувствовал, потому что он очень крепкий танк для своего уровня. А и тем не менее, у нас в нашем случае ПЦ-2Д тот же самый пулемет. У него при этом есть обойма, ну, скажем, назовем это барабаном, так может быть для многих привычнее. В барабане 10 пулек, они вылетают парочкой, то есть 5 залпов по 2. Получается, всего очков, которые мы можем снести в противника, с учетом того, что одна пулька отнимает примерно 11 очков, прочности 110. То есть мы своего одноклассника за один такой барабанчик, за одну обойму не разбросаем. Это должно быть понятно, это первое. Второе. То, что эта пушка, которая у ПЦ-2Д, она имеет еще и хорошие углы вертикальной наводки. Вниз опускается на 10, вверх поднимается на 20, еще и имеет довольно быстрое время сведения. 1,4 секунды. Ровно все те же цифры, что и у ПЦ-2Д. Другая разница лишь только в том, что перезаряжается вся эта обойма в случае ПЦ-2Д 4,2 секунды, а у ПЦ-2Д перезаряжалась она за 3. Значительно быстрее, и там практически эти 3 секунды никак не ощущались. Когда вот 4,2 будут ощущаться, я думаю, весьма весомо. Особенно, когда вы ворвались на кого-нибудь, начинаете кого-то каруселить, обойма опустела. Враг, естественно, не умер, потому что половину снарядов вы не пробили. И начинается, что 4,2 секунды нужно как-то выживать манся с 3 лет. Не лишне будет вам напомнить, что, как и у всех танков, у которых установлен пулемет вместо пушки, имеется ограничение в дальности стрельбы. То есть, всех врагов, которые дальше, чем 285 метров от вас, вы никогда не пробьете. Пульки теряют всю свою убойную пробивную силу на этой дистанции. Ну и плюс ко всему, может быть, ПЦ-2Д хотя бы быстренький. Ну, давайте тоже тут проверим. Я тут посмотрел, что максималка у нас 55 километров в час впьет, 20 назад. Более чем похвально, никаких вопросов. Но, к сожалению, двигло настолько слабенькое, что всего 13 лошади на тонну выдает. В то же самое время, это не сильно слабенькое двигло по сравнению с массой. То есть, танчик более-менее, ну, хотя бы едет, вот где-то уже Готчкиса или ПЦ-2АУСФДЖЕЙ. Но, тем не менее, это далеко не тот легкий танк, который, ну, можно сказать про него, что вот его скорость, это его сильная сторона. Здесь, скажем, не сильная, не слабая, но такая. Что по поводу брони. 30 миллиметров верхний и нижний бронелист. Все остальное у ПЦ-2Д по 14,5 миллиметров. Башня вся по кругу, борт корма по 14,5. То есть, чтобы взять и не пробить ПЦ-2Д, это необходимо по нему стрелять из ПЦ-2Д. Все остальные пушки, фугасы, обычные, как у Готчкиса, пробивают ПЦ-2 практически в любую проекцию. Ну, возможно, если он станет ромбом, конечно, то чиркнуть по борту у вас и получится, не пробив. Это понятно, практически от любого танка тут все отскакивает в таких позициях. Но когда дело касается ПВП, то есть, с кем-то перестреливаться, глядя глаза в глаза, броня в броню, то здесь шансов не получить практически никаких. Мало того, еще и отлично заходят всякие фугасы с полным уроном от всяких Т-18 и от всяких там, ну, иных, может быть, и третьего уровня ПТ-шек. Здесь уже никаких вопросов нет. Ну, то есть, скажем прямо, подытожив, ни пушки, ни сверхъестественной мобильности, ни брони у ПЦ-2 нет. Пожалуй, единственной отрадой для ПЦ-2Д это будут такие ситуации в бою, когда кто-нибудь из команды противника, картонненький, маленький, слабенький, отстанет, отобьется от своего стада и вы можете его догонять и с двух барабанчиков выносить, при этом подставившись под выстрел всего лишь два раза для каждого барабана. При этом, конечно, можно и обратно в щи получить в любую проекцию, как мы же с вами выяснили. Но, тем не менее, это вот то, где, ну, ПЦ-2 хотя бы себя проявляет. Если же возникает ситуация в бою, когда против вас играет Готчкис Т-18 или обычный французский Готчкис из французского дерева, то будьте уверены, вы никуда его не пробьете практически никогда. Голдой или не голдой. А, вот еще на МХ-38 тоже есть такой же там сумасшедший, по-моему, третий уровень Франции. И его тоже вы никогда и ничем не пробьете. Если такие противники есть в команде врага, а в вашей команде, к примеру, слились все те, которые способны его пробить, гарантированно проиграйте. И ничего здесь нельзя будет сделать просто. И вот та самая беспомощность, которую сейчас, например, чувствуют все трое окруживших меня ПЦ-2D, это, в принципе, тот геймплей, который ожидает любого. К сожалению, у меня не было достаточно времени для того, чтобы накатать на Готчкисе совсем-совсем хороший бой. Ну, я имею в виду, наотбивать еще больше урона и стальных стен об этих ПЦ-2D, и их накосить там пачками, чтобы количество фрагов было там двухзначным числом. Но, тем не менее, я уверен, многие игроки это сделают. И это самое лучшее время, самый первый день этих всех подарочных танков, потому что их так много в рандоме, что просто пруд-пруди. Другое дело, правда, что Готчкис иногда и сам попадает к тройкам, а там с тройками его броня и не сильно хороша, да и пушка уже становится не такая интересная, но и в целом. Тем не менее, что я вам могу сказать все-таки за ПЦ-2 АУСВД? Это один из тех подарков, которые нужно воспринимать как просто внимание. Могло и ничего не быть, но определенно ценность в этом подарке есть. Во-первых, целая куча всяких разных пайков вам надавали, целый день прямаккаунта, ну и сам, в конце концов, танчик со слотом. И это обязательно нужно ценить, ни в коем случае я не хочу сказать, что это ужас, подарили опять какую-то ерунду. Нет-нет, ни в коем случае. Но дело просто в том, что сам по себе танчик, он подарочный, не выделяется ничем интересным вообще. Вот, это то, что я вам хочу сказать. Тем не менее, для всех любителей коллекции стоит его обязательно оставлять в ангаре, потому что продавая такие танчики, вы его обратно уже не вернете. И это, в конце концов, напоминаю вам, самое лучшее время покатать ваши любимые педобирские имбы. Ну и тем не менее, все-таки, если вы решились на продажу этого прекрасного танчика, то вы выручите за это еще плюс 150 тысяч кредитов. А это, знаете ли, не 15 тысяч, что уже само по себе неплохо. На этом у меня все. Всем спасибо, что пришли. Приходите еще. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.